Привет, народ! Я не помню, сегодня снимала влог. Не важно. Дети на тренировке... Нет, один ребенок на тренировке, Лёва на работе. Я поеду в зал, и мне нужно потом успеть съездить за подарком для Нелли. У нее в пятницу, это уже послезавтра, выпускной из Elementary School. И нужен подарок. Так, ничего лучше не придумали, чем рюкзак Middle School. Она ходит с китайскими рюкзаками, последний у нее неплохой рюкзачок такой, но он там с Алиэкспресс или с Тему, она там заказывала себе. Ну, а Middle School это уже... Девочки там посерьезнее. Вот, и все в... Я не знаю, как в Middle School, наверняка так же, но за Лёвой я ездила на протяжении года. Все девчонки как вместе с этими ходят со стаканами Стэнли и ходят с рюкзаками North Face. В основном черные. Я вот только не обратила внимание на марку. В интернете много, ну, онлайн много можно купить, конечно, всяких. Цены у них стартуют там от 70 или от 80, что-то такое. В общем, что модно, то дорого. У Полины есть такой рюкзак старый-старый. Он такой у нее уже выцвевший на солнце, она его и в хост и в гриву использует. Но он, по-моему, у нее типа с Гудвилла, что ли, что-то такое. Вот. В общем, поеду в Дикс за рюкзаком. Так, у меня уже совсем мало времени. Я тут уже 12 минут с Полиной разговаривала. Вот все, что здесь есть. В принципе, мне большего и не надо, потому что я выбирала между вот этим белым. Он даже не такой уж и белый. Он такой кремовый. Но сядет в автобус, бросит на пол. Сядет в машину, бросит на пол. Вот этого Juster Luxe их нету в черном цвете. Но даже в черном здесь будет тоже золотая. Он люкс из-за золота, из-за вот этого. И вот это золото может Нелли смутить. У нас Нелли вообще очень сложно что-то ей выбрать. Он стоит 80 баксов. Есть этот Juster в черном цвете. У него... Он стоит 75 на 5 долларов дешевле. Вот этот вот отдел такой маленький, коротенький. Он как пенал идет. И там еще на молнии. Здесь один... Один большой отдел и для ноутбука отдел. Жесткая спинка. Вот куча креплений всяких. Ну и по бокам сеточка для бутылок. И с этой стороны тоже. Здесь резинка. Это раз. Это 75. Есть еще Бориалис. Бориалис стоит 99 долларов. Он тяжелее. Этот весит 740 грамм. Это 1050. То есть килограмм. У него получше ткань. У него есть вот здесь на фейс. Кармаш. Да, есть такой же пенал. Пенал. А вот этот кармашек я вообще не знаю для чего. Но он такой мягонький. И у Полины есть старый. Старый рюкзак. Вот такой классный. Держится. Она с ним и в пиры, в мир, и в добрые люди. Ну, в общем, вот этот вот пенал. А, только еще, знаете, в чем разница? Здесь две ручки. Ну, я не знаю, зачем они эти две ручки. А здесь одна. Вот. И у него, получается, у этого один отдел, а у этого два отдела. Короче, ничего, как бы сказать, я бы сказала особенного в этих рюкзаках. Чтобы они столько стоили. Они столько стоят только потому, что... Так же, как и стаканы Стэнли. Потому что на них мода. Все девочки в хайскул, миддлскул и мальчики тоже. Ну, в основном девочки. Ходят с этими рюкзаками. Здесь такая пожестче спинка. И большой лейбл. Там такого нет. Не знаю, это важно, нет? Это что, не знаю вообще для чего. Ну, короче. И больше здесь как застежек. И еще здесь бока на резинках. Ну, короче, я склоняюсь вот к этому. За 99. Ну, вроде как он посимпатичнее выглядит. Меня только смущает, что он тяжелее. Аж на 300 грамм. Ну, в принципе, пешком она в школу не ходит. Знаете, это не мы, которые таскались в школу пешком. Из кучи учебников. Учебников у них почти нет. Ноутбук. Так, позвоню мужу. Так, ну, рюкзак мы, конечно, на семейном совете посоветовались, решили за 99 купить нашей дочурочке. Должна она порадоваться. Не порадуется, не понравится, сдадим. Ну, вроде, должно, должно. Должна быть в теме. Зашла, тут еще есть 5блоу рядом. И там всегда можно найти всякие все шнуры. У меня один аокс на две машины. Зашла, купила аокс, чтобы его не перетягивать. Сегодня выехала, забыла с другой машины забрать. Прям страдаю без музыки. Все, время уже 7.40. Поехала за Нелькой на тренировку. Потом за Лёвкой на работу. И завтра с утра Лёва уже отучился. У него, ну, как бы, школьный вообще, последний день школы, это пятница. Но у них сейчас хай-скул, у них экзамены. Классов много, у всех разные. Вот у Лёвы сегодня был последний экзамен. Завтра у них арт-экзамен. Ну, учительница весь класс освободила от экзамена. Я не знаю. Там, типа, хорошие оценки, нет проголов, тогда экзамены не надо сдавать. В общем, она поставила всем хорошие оценки. Она, наверное, там, зарисовала прогулы. Короче, по арту не надо экзамен сдавать. У нее, получается, все. Так, официально. Пятница последний день, но он уже закончился. Анелька дохаживает неделю эту. У нее сегодня было муви-дэй. Я в Телеграме рассказывала, она сегодня ходила в пижамке. С пледом. Тоже рюкзаки уже там не носят, ни тетрадки. Ничего, вообще без рюкзака ходила всю эту неделю. А сегодня взяла рюкзак, чтобы туда посложить мягкую игрушку и пледик. И они говорят, мы в носках легли, говорит, кто-то спал. Попал. Ну, говорит, я говорю, фильм-то понравился. Говорит, ну да, наверное, говорит. Но мы болтали. Вот. А завтра у них пати. Я вчера, я снимала, не знаю, доснимала я до конца или нет. Покупала печенье для их пати. И у них завтра день настольных игр. Тоже можно какие-то икры настольные свои принести. Там морской бой хочет взять. Она хотела саботера взять, я говорю, Нелли. Я говорю, долго объяснять будешь? Она говорит, да, я уже сама за полдома не играли. Короче, еду за детьми. У нас такая предпраздничная неделя. Ну, а в пятницу у Нелли уже будет выпускной. Градуэйшнс. Мы заказали столик в симпатичном месте, в симпатичном ресторане. На бранч у нас будет. Поедем всей семьей. Туда можно на выпускной только трех гостей. То есть Лёва не едет. Ну, он и не хочет. В саму школу пойдет Полина, я и Неллин папа. Вот. И... Ну, а потом поедем. Залёвка заедем и поедем позавтракаем. Ещё тоже в пятницу у меня дела. После всего этого, утренних дел, я отвезу своих домой и поеду встречать новеньких. Ребята по гринкарте прилетают из республики Башкирия. Молодые пара. Она мне так мелько написала, что она будет первый влог снимать. Так что, возможно, ссылка будет внизу. И, возможно, даже я их поснимаю. Я никогда обычно не снимаю. Я те, кто приезжает. Ну, посмотрим. Если уж она сама влог снимает, то, может быть. И ей будет полезно. И вам, и нам всем интересно. Вот такие вот планы. Даже устала немножко говорить. Отключаю музычку. Монеточку слушаю последнюю неделю. Нелли влог на память снимаю. Предпоследний день в элементе Рискол. Сегодня небольшой у нее ланч. Черный хлеб. Волнет-бред. Меллен любимый. И сыр, колбаска и шпинат. Протеин-бар. Ну и сегодня много не дают, потому что у них сегодня пати. Да. И я вызвалась закупить печенье. Заказ был на несколько пачек. Неизвестно, сколько надо было. У них 27 человек в классе. Это все любят дети эти. Шоколад чипс. Печенье. Это какие-то, да, additional limit. Oreo. Как они называются? Саур-фачки. Да. Кислючие, да они? Вообще кислые они такие, жевательные. А это все дети любят. Эти кранчи. Они такие жесткие, хрустящие. А это мягкие. Мягкие мне нравятся, только все любят. Мне кажется, больше любят мягкие, да. Я их никогда сама не покупаю. Но когда дети со мной в магазине, они берут. Они это любят такое. Вот. И Oreo. Короче, зло. Можно сказать, последний учебный день. Да и то уже не учитесь. Флаг купили 4 июля. 4 июля скоро, а у нас флаг истрепался. И купили кодовый замок, чтобы всем удобно было. Потому что мы вечно ключи забываем. Не носим их. И у нас всегда дом был открыт. А теперь у нас дом всегда закрыт. Привет, народ. У нас сегодня у Нелли выпускной. У всех последний день в школе. Просто дети идут. А пятые классы у них выпускной. Ну, аккуратно. Послушайте. У них каждое утро после звонка сообщения какие-то. Ну, сейчас что-то говорят. А, это сначала клятва. Клятва флагу, да. Вот звонок. Ой, там очередь. А, потому что они еще не открыли. С цветами приходят. Как бы по нашей такой традиции. Да нет, почему? Приятно. Да, немного цветов, но приятно. Зато приятно. Ах, мы пропустили им там хлопать все. Так, вот такой зал здесь нам просит. Там фотографии маленьких детей наших. И Нелли там тоже должна быть. Хочешь сюда? Ага, да. Нелли без кофты. Ой, там все далеко, так. С какими-то палочками, Аня. Нелли личка самая высокая. Слишком темно пишет. Мы все вышли на улицу. И здесь вот от нас и учительница. Да, сейчас мы будем фоткаться. Подарок будем дарить сейчас. Приехали со школы. Иди сюда! Будем подарок дарить. Только для хороших оценок для middle school. Спасибо. Нравится? Да. Это, конечно, в гуще событий. Хорошо. Мы приехали в ресторан. Ну, как бы ничего такое. Но фотография все лучше. Ну, хорошее место, красивая плаза. Симпатично. Сейчас будем что-нибудь заказывать. Это такая южная, южная, американская. Good morning. Good morning. Thank you. Давайте. За Нелли. За Нелли, за Левочку. За выпускников. С окончанием. Музыку нужно перекрикивать. Представляете, я думала, это сделано в Китае. Написано China. А это? Это сервис China. China? Фан-China. Ну, China. Фан-China. Фан-China. Это означает сервис. Вот так вот. Холодные. Да? Так она стояла долго. Лева панкейки, Нелли вафли и макин'чиз. У папы какой-то смачный сэндвич, из которого валятся стейки. У Полины, это нам пополам. Это catfish. Говорят, у них вкусная, она в пеканах. Маш-потейто и фасоль. А это жареный остерс и салат. Приятного аппетита нам. Не могу сказать, что прям на эту сумму мы поедем. И плюс типсель 35. 40. 40. Чедрая официантка. Ожидалось большего. Ну что, как вам бранч? Ну, самое вкусное было, это в салате, маринованный лук. Салат был хороший, да. Что еще? Ну да, как будто мы во всем были. Макин'чиз хотелось бы, чтобы он посоленее был. Что вы хотели? Что вы хотели? Ну, вкусно. Это хорошее, это не банкачу, это не банкачу. Это американская еда. Южную кухню можно хорошо сделать. Не, можно было хорошо, у них были все шансы. И еще мне показалось, что рыба немножко была тоненькая. Рыба была тоненькая, такая, да, такое, знаешь, не самый смачный, она уже перешла дорогу, не самый смачный catfish. Тоненькая, ну, во фритюре, прожаренная. Короче, вкусную еду, которая вкусная. Ну, это вкусно было, да? Ну, нет. Надо, надо что-то сказать. Что ты имеешь в виду, она не поняла? Я никто не понимал это. А, типа, что мы идем обсираем? Где Нелли? Пошла. Кого черта? Короче, Лев говорит, что вы хотели, и говорит, что... Ну, ну, как бы... Чего обсирать? Ну, не было супер вкусно. Не было супер вкусно, была обычная еда. Ну, нормально. Вообще, обычная еда. Я бы могла это и получше приготовить. Короче, не рыбни, мясо. Жареный у нас был сэндвич с жареными устрицами. Ну, там устриц нет. Ну, там устриц нет, да. Там какая-то что-то там внутри и кляр. Кляр, обжарка. Ну, как бы вкусный сэндвич такой, ну, сочный. Да, привет, народ. Наконец-то приехали люди, которые готовы сниматься в видео. Ребята Айдар и Велена. Да, Владимир Ильич Ленин. Велена, Владимир Ильич Ленин. Это инициалы, да. Тебе серьезно назвали, так? Или это просто им понравилось? Родители не знали. А, окей. Но я узнала только в 20 лет об этом. Что оказывается... Владлена была, по-моему. Не, Владимир Ильич Ленин. Велена, наверное, тоже. Ну, Ульян, Велен, это кто-то все. Да, я помню, что когда я родилась в 81-м году, по отцу какая-то родственница меня, маму просила назвать меня Олимпиадой. Олимпиадой? Потому что в 80-м была Олимпиада в Москве. Ну, да-да-да, именно то. И она, видать, под впечатлением, до сих пор была, еще год уже прошел после Олимпиады, она все была под впечатлением, в общем. Ну, не то, что у матери там мысли были, согласиться, но, короче, факт. Ребята приехали из Уфы, только что прям вообще еще горяченькие, только с России. Пашкирск. 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 Я вот в связи с этим, у меня есть подарочек. Во-первых, вот это вот так делать. Вот ты что, прям ждала? Ты смотри, не доставала. Так. А, это что-то пиала? Этническое. Вот, обратите внимание на сережки. 120 долларов магнит? Рублей. Ну, рублей. Да. Вот такие вот сережки. О, это что-то тоже ваше? Это, ну да. Это специально в пашкирском магазине, этнический. Я просто заметила, что любите сережки, если красивенькие. Да, я подумала, что что-то такое. А, спасибо. Этническое. Да, спасибо, я такое люблю. Красота? Спасибо, Рублей. Вот, да, приехали по гринкарте с первого раза, счастливчики, представляете? Бывает же. Ребята сняли комнату у прекрасной девушки Ирины, мы сейчас были, пили вкусный кофе. Не пренебрегайте там кофе. Вкусный, правда. Пятница сегодня, поэтому ребята сейчас купят продуктов, шампуни и будут отдыхать в выходные. Да, и шампусик. Да, нужно отметить начало новой жизни. И я поеду домой, а их оставлю в Южной Каролине. Они сами не ожидали, что они здесь. Я думала, северный. Ехали, ехали в Северную Каролину и привезли их в Южную. Не обратили внимание, да, на эту булковку S? Она что, прислала, от Desford Mill. S, C. Господи, не врачом. Ну, ладно. Ну, это тут все рядом. Настя тоже живет в Южной. У меня родители месяц учили название города, штата. Они каждый день меня переспрашивали, чтобы это выучить. Что мы теперь делаем? Не, ну, слушай, все равно. Вот так кто-нибудь спросит. Я живу в Эдингтон. Но все равно, если меня кто-то спросит, кто такой в Эдингтон? Я скажу, я живу в Шарлотте. И Настя тоже. А Настя живет в Южной Каролине, в Ланкастере. Она тоже скажет, что он живет в Шарлотте. Ну, пригород все. Да, это включая Московская область. Есть мем. Короче, мы приехали в Фудлайн. И сейчас закупимся. Я отвезу ребят домой и поеду тоже домой. Да. У нас тоже сегодня отмечаем последний учебный день в этом году. Завтра каникулы. Ребята будут отсыпаться. Хотя они, правда, счастливчики. В самолете дома спали. Да. Я так не умею. Я думаю, а вот Ира позвала покупаться в бассейне. Я думаю, покупаться, устать физически. Только ты устанешь рано, потому что там уже будет вечер. А сейчас как раз? Время, когда, знаешь, 7-8 часов, когда здесь еще рано ложится. А у тебя по российскому времени уже будет ночь. Вот ты перетерпи хотя бы до 10-11, постарайтесь потерпеть. И лечь, ну, я думаю, что все равно в 3-4, в 2-3 проснетесь. Ну, хотя бы молодые. Может, как-то будет это по-другому. Расскажете. Привезли подарки мне еще не все. У меня еще много чешек. Да, из озона. Да, калибри, птичка, модель. Таня Бережна, спасибо. Все по твоему совету. Пошли мы в магазин. У меня все из машины, все комментарии. Еду домой, такой длинный день. Встала в 5. В 5.30. Время 5.30. И выпускной сегодня был. И ресторан сегодня был невкусный. И аэропорт сегодня был. И съездили с ребятами в фудлайн. Пили они продуктов. И оставила их отдыхать. Сегодня пятница. Выходные. Нужно им отоспаться, отдышаться. В понедельник я им сделала appointment банк. Пойдут, карточки заведут. Будут ждать документ. В принципе, делать им нечего пока. Потому что нужно получить документы. Нужно сейчас соушел им придет. Они указали адрес не мой, а портного, который в Калифорнии. Поэтому нужно дождаться, пока туда в Калифорнию придут документы. Пока они придут из Калифорнии. До этого будут чилить. Там есть бассейн хороший. Неплохое местечко. Мне понравилось. Это Южная Каролина. Форт Мил. Неплохой, тихий такой нейборхуд. Танхаус. У них целая комната с ванной. С туалетом. Ирина, хозяйка, живет одна. Говорит, следующую неделю меня почти не будет. Где-то работают док-ситтером. Ну, в общем, у них месяц можно жить в этом доме гостеприимном. За месяц они должны как-то устроиться, осмотреться. Ну, в любом случае, у них большое преимущество. Они выкрыли крым-карту. Сейчас все на ладошке принесут. Только живи и радуйся. Живи и радуйся. Работай, зарабатывай. Отдыхай, путешествуй. Они молодые. У них без детей, свободные. В Америке. Только нужно... Только нужно работу найти, чтобы доллары получать. И жить, наслаждаться, строить. Строить свою жизнь в новом месте. На новом месте. У них все шансы стать тут счастливыми. Наверное, закончу влог. А то у меня вечно надо сядут монтировать, а мне нечем заканчивать. Я лучше закончу. А если буду продолжать снимать, то вырежу. Если что, пока народ. Предыдущий влог пришлось оставить только для спонсоров. Ну, вот так получилось. Технические недоговоренности. Назовем это так. Вот. Ну, ничего. Я думаю, этот влог лучше предыдущего. Всем пока. Мир вашему дому, народу. Ну, палец кривой. Палец кривой. Палец кривой.